Здравствуйте! Приглашаем вас на футбол. Очередной матч чемпионата вот-вот начнется. Быстренько представимся сами. Юрий Розенов и Василий Соловьев ваши комментаторы. Ну, а команды, надеюсь, вам знакомы. Спартак и ЦСКА. То, что будет, это понятно. А биток-то на трибунах. Он гарантирован просто одной вывеской. Правда? Это главная московская вывеска футбольная на сию пору. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Пошло дело. И, пожалуй, что можно бить. Это органично будет смотреться. Ахмед Муса. Тут можно сказать, что и на коротке. Думаю, надо бить и забивать. И удар приходится в кого-то из игроков защищающейся команды. Еременко. Тошич. Очень бы хотелось посмотреть, как в центре эту атаку поддерживают. Потому что будет пас туда, в штрафную. Тошич. Некое подобие стенки. Сейду Думбия. И защитник забирает меня. Наши. Денис Глушаков. Матеев. Хороший проход и явно он нацелен на удар поворотом. Аут. Пошла борьба. Плотность игры непременная составляющая футбольного матча. Сейду Думбия. Думбия. Будет простреливать верхом, низом, пока не знаю. Так можно упереться и в угловой флажок, если соперник позволит. Еременко. Ну, как у ребенка конфету забрали. А атака-то продолжится. Сейду Думбия. Ну, давай. Не попал. Я не верю, честное слово. После такого паса я просто не верю. Песню испортил. Согласись у вас, да? Буквально такую передачу запороть, а? Ну, что ж, раз есть так игрок, который может делать такие передачи, может, и еще сделает раз. Еременко. Цагоев. Обратная передача. Тошич. Опасно. Сейду Думбия. Удар по воротам. Ну, стопроцентный, казалось бы, момент, если бы не вратарь. Мяч ушел за лицевую линию. Угловой удар. Выручает команду после углового галкипер. Ромуло. Кирилл Набабкин. Алан Загоев. Еременко. Они вроде никуда не спешат, но это они вид делают. Ослабит соперник, бдительно спеши пропало. Думаю. Ну же. И удача была, казалось, почти рядом. Кирилл Набабкин. Ромула. Матеев. Денис Кушаков. Дмитрий Камбаров. И атака такая может получиться векторообразная. По кратчайшей дороге к чужим воротам. По центру. Часто говорят передернули. Ромула. Вот момент. Могло конечно повести побольше. Разговоров нет. Но что случилось, то уже случилось. Команда будет вводить мяч из-за боковой линии. Ромула. Совершенно не обязательно атаковать по центру. Можно и флангом. Как раз то, что мы видим теперь. Рахмет Муса. Еременко. И из-за боковой будут вбрасывать. Игнашевич. Ахмет Муса. В своевременный перехват можно перевести дух. А это даже можно назвать и стыком. Но с этой атакой покончено. Холодно и неуклонно она была перехвачена. Как передача. Тошич. Кирилл Набабкин. Думбия. Муса. Еременко. И длинная передача на фланг. Собственно говоря, мяч с фланга никуда и не уходил. Алан Загоев. И вот он удар к воротам. Неудачно атакует в ворота мимо. Думбия. Ахмет Муса. Вернблум. Хорошая игра головой. Сейду Думбия. Ахмет Муса. Опасно. Не удержал мяч. Выходит команда на перерыв. Говорим об этом буднично. Потому что очень буднично. Большой перевес одной из команд. Но толку от этого перевеса чуть. Он какой-то нематериальный что ли получается перевес. Такой знаете на перспективу. Возобновилась игра после перерыва. По убровке атака развивается. Дальше. Дошич. Еременко. Загоев. Быстрый переход в атаку это вообще-то признак класса. Вернблоум. Макеев. Ромуло. Вернблоум. Тут можно сказать, что и на коротке. Должен быть гол. Вернблоум. 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 Арбитр поднимает флажок, а значит игрок совершил рывок чуть раньше, чем нужно. Оффсайд. А счет равный. На каждую замену наставник противоположной стороны, в общем-то, должен реагировать. Аши. Ромуло. Некое подобие стенки. Денис Гушаков. Ромуло. Жануа Нанидзе. Хороший проход и явно он нацелен на удар поворотом. Да подавай же, уже угловой флажок рядом. Бьет игрок головой поворотом. Мяч в воротах. Алькашетом от голкипера. Ну, давайте посмотрим. Может быть, немножко упивались собственным превосходством, да? Футболисты одной из команды. Где-то им не хватило внимания в оборудовании. Потому что они, конечно, инициатива, серьезно-заменимая территория. И, ну, как соперники такие редкие, подключали им один или два раза. А вот смотрите, что происходит в ходе. Вот теперь удрученно смотрят на замедленную повторность. Игроки тоже есть. Кабло. Смотрят, как же такое могло получиться. Но нужно как можно быстрее избавиться от этих признаков. Этот удар головой был абсолютно недоступен для вратаря. Гол первый, а половина игры вторая. Василий Березутский. И точно, и остро все у него получается сегодня во втором тайме. Алан Загоев. Можно верхом, можно низом. Как хочешь, абсолютно. Дальше по бровке. Ну, и вот играют друг с другом вдвоем. Думбия. Часто говорят, передернули, да? Сейду Думбия. Покинул мяч предела поля и вернется после того, как игрок выбросит его из-за бокового. Тошич. Ромуло. И пяточка. Какой красавец! Какая уверенность в себе, а? Не отбил, поймал Здорово, выбрал позицию, прочитал передачу, совершил перехват Глушаков Просто катится эта атака Еременко Хороший подкат и, главное, чистый Увидел свободную зону и туда, туда, дальше по краю Камбаров Игнашевич Дошич Игнашевич И если пробьет отсюда, может быть, очень опасно Глушаков Явный технический брак со стороны игрока обороны И соперник будет вбрасывать мяч из-за боковой Следующие несколько минут давайте повнимательнее будем смотреть на поле Возможно, увидим какие-то перестановки тактического толка Алам Загоев Жану Ананидзе А это даже можно назвать и стыком И обратно Комбинируют игроки Близок конец матча и все еще возможно Надо забивать А как это сделать? Ромуло И самое главное, стараются мяч держать внизу Очень грамотно распоряжаются мячом и практически его не теряют Почти что гол Перспективная была передача, однако защитник ее прервал Дмитрий Камбаров Ничего даже делать не пришлось, чтобы этот пас перехватить Алам Загоев Загоев После этого свистка нам остается только в...